Приветствую вас на своем канале! Если вы на нем впервые, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и вы всегда будете получать уведомления о моих новых видео. Не забывайте поставить лайк моему видео, всегда обращайте внимание, вот здесь под видео есть комментарии, здесь я пишу список необходимых материалов, которые мы с вами используем. Также здесь есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, в Фейсбуке, также здесь совсем недавно появилась такая ссылочка на мой донат, по которой вы можете пройти, написать здесь свое имя, написать здесь любую сумму денег, здесь вот 10 рублей, написать какое-то сообщение, если вы хотите, и отправить эти деньги ко мне на развитие канала. Здесь есть несколько вариантов, как вы можете это сделать, и нажимаете оплатить, и мы приступаем к вышивке. В этом видео я буду вышивать цветок. Этот цветок я вышивала на своем стриме, но стрим был достаточно длинный, его неудобно будет пересматривать, поэтому для тех людей, кто не присутствовал в воскресенье на стриме, на прямой трансляции по вышивке лентами, я сейчас сниму коротенькое видео, где вы сможете посмотреть, как мы делали этот цветок с девочками, и плюс здесь я сделаю немножко цветок по-другому, чтобы все-таки что-то в нем было другое. Смотрите, карандашом мы с вами на ткани, у меня это лен, рисуем расположение вашего цветка, где у вас будет находиться цветок. Дальше иголкой для вышивки лентами мы сделаем с вами стебель нашего цветка, для этого лентой узкой, 0,6 см шириной, мы с вами ее вдеваем в иголку, отступаем здесь небольшой край и продеваем. С обратной стороны мы с вами сделаем узелок, для того, чтобы узелок не распускался, я его обработаю зажигалкой и буду продолжать свой стебель, стебель, а вы соответственно будете начинать свой стебель ленточным стежком. Мы делали ленточным стежком, стебельчатым швом, можно сделать его просто прямыми стежками, можно сделать просто прямую ленту сложить, скрутить в трубочку и вышить. То есть вариантов, как мы делаем, стебель будет много, но здесь сделали обычным стебельчатым швом, вот я его закончила, край ленты отрезаем и обрабатываем зажигалкой. Дальше переходим к нашим листьям. Листья будут делать из узкой ленты, тоже 0,6 см шириной. Вот она у нас узкая, тоже 0,6 см. Мы также с вами закрепляем ленту в иголке, чтобы она у нас с вами не выскочила. И на другом конце делаем с вами узелок и также обрабатываем его зажигалкой. На стриме я говорила, что, ну и вообще в принципе в своих видео я всегда говорю, что есть люди, кто не любит, чтобы вышивка была блестящая, любит матовую сторону. И сейчас тогда я цветок сделаю матовой стороной вверх, чтобы было, вы понимали, чем отличается матовая вышивка от нематовой. Вы видите, матовая сторона сверху. И ленточными стежками я буду прокалывать иголкой и буду делать лепестки. То есть так я сделаю по кругу, выкладываю ленточку, соответственно, матовой стороной вверх. Предыдущие цветы у меня глянцевые, они у меня блестящей стороной вверх, эти у меня будут матовой стороной вверх. Поэтому и так я сделаю первый ряд. Еще раз повторю, что если вы присутствовали на воскресном стриме моем, то можете, конечно, это видео не смотреть, но может быть вам будет интересно пересмотреть это видео, когда вы будете вышивать в более таком укороченном варианте. Там у нас видео мы много разговаривали, вернее я много разговаривала, вы задавали свои вопросы, я на них как-то отвечала. Вот здесь видео будет коротеньким. И так я продолжаю по кругу вышивать, выравнивая нашу ленточку. И так сделаю по кругу. Пришло первый ряд лепестков, я приступаю ко второму ряду лепестков. Поскольку лента у меня закончилась, я возьму новый кусочек ленты и перехожу ко второму ряду. Цветка, он также будет у меня матовый, так что вы смотрите, следите. Не забывайте, что выбрали матовую сторону для цветка. И, соответственно, вставляем рядом с тем местом, с каким мы выходили. Сзади, обратите внимание, не проткните кусочки ленты. И здесь мы будем с вами небольшие петельки делать, они у нас будут до конца не заходить. То есть вот такого плана у нас с вами будут здесь петельки. Ленточка, в принципе, ляжет сама. Такой треугольник, скажем так. Таким способом мы с вами делали листья. То есть... Втыкаем. Опять же выворачиваем наизнанку. И рядышком наизнанку. И опять придерживаем пальчиком и подтягиваем. И она укладывается, видите. Если она у вас выворачивается в какую-то не ту сторону, вы ее поправляете ручками и дайте ей нужный поворот, скажем так, нужное направление. Может быть, она у вас перекрутилась. Посмотрите, если она у вас не хочет укладываться, как вы ее хотите положить. Вот так. И вот так. Видите, вот таким способом я сейчас сделаю второй ряд наших лепестков. Вот такие вот у нас получаются с вами треугольные лепестки. Я закончила второй ряд лепестков. Ленту отрезаю. Крайшик обязательно ленты обрабатываем. И давайте серединку сделаем тоже. Здесь мы, смотрите, в прошлом, вернее, на нашем воскресной прямой трансляции, я лепестки этих цветов пришила. Этот цветок давайте оставим вот так, потому что такой вариант тоже может быть. И цветок тоже получается более объемный. Поэтому смотрите, какая серединка, не серединка, а какой лепестки вам больше нравятся. Когда они сильно так вот торчат вверх или когда они больше плоские. То есть вариантов много, поэтому мы оставим вариант здесь такой, что мы с вами не будем пришивать наши лепестки к основе. И серединку я хочу сделать ярко-оранжевого цвета. Там мы вышивали бисером с вами, поскольку я хочу, чтобы этот цветок все-таки отличался немножко от тех, которые мы с вами делали на прямой трансляции. Я буду их делать здесь, буду делать даже не французским узелком, а таким вот. Так, поскольку у нас он так. Мы кладем ленточку с вами, видите, и вкалываем. То есть такими получится барашками, я их называю. Я очень люблю такие делать, когда, например, надо делать большую серединку каких-нибудь подсолнухов. А французские узелки, например, мне не хочется делать, потому что все-таки их дольше делать. То можно так вот схитрить и делать вот такие вот бугорки. Тоже получается очень интересная серединка. Тоже чем-то похожа на французский узелок, если не всматриваться издалека. И тоже очень быстро можно заполнить серединку большую, даже маленькую, тем более, очень быстро можно заполнить. И вот так вот я сейчас все уложу. Видите, за буквально считанные минуты мы с вами заполнили целую серединку. То есть очень удобный такой способ. Если вам надо быстро заполнить серединку. То есть цветы наши должны отличаться от всех. Не то, что должны отличаться, просто можно сделать по-разному. И цветок уже будет смотреться совершенно по-другому. То есть сейчас мы сделаем вот так вот с вами. Он у нас будет отличаться от тех двух цветов, которые мы с вами делали в прошлом видео. Поэтому я оставила один цветочек, незаконченный. Специально знаю, что надо будет снять коротенькое видео, чтобы людям было удобно посмотреть. Вот видите, получилась вот такая у нас серединка. Ее можно отрезать. Отрезаем ленту, вернее. Также можно, допустим, нижний ярус цветов сделать одним цветом. Этот ярус второй сделать другим цветом. Серединку третьим. И получится вообще совершенно другой цветок. И все, что нам с вами остается сделать, это нам с вами надо сделать листья. Листья мы делаем, пожалуй, таким же способом, как и на видео. А можно... Так. Ну, в принципе, у ромашки такие листья, да. Другие нам по большому счету с вами не сделать. Не знаю, что мы с вами можем сделать. Это матовые их. Чтобы они у нас тоже были матовыми. Вот так. Сейчас мы закончим. То есть, видите, из одного, вроде как сказать, способа, его немножко обыграли мы, и получился совсем другой цветок. Чем и хороша, наверное, вышивка лентами. Потому что... Ну, вот можно по-разному обыграть. И получится вроде бы то же самое, но не совсем. Вроде бы совсем по-другому цветок заиграл. Вроде бы что-то другое. Вот так вот. Поэтому... Поэтому вот мы вот так сделаем. И вот теперь мы закрепим нашу... Сзади ленту мы с вами отрезаем. Обязательно обрабатываем хвостики. Смотрите всегда, чтобы все хвосты у вас были всегда обработаны. И вы получили таким же способом совершенно другой цветок. Он даже смотрится совершенно по-другому. И если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Подписывайтесь на меня ВКонтакте, в Фейсбуке. Буду рада вас видеть в следующих своих видео. Всем удачи, всем пока!